Дорогие коллеги, хочу вам представить представителя украинской компании «Укротепло». Я говорил несколько раз об этой компании, упоминал ее. Я также говорил о том, что мы заинтересованы в сотрудничестве с этой компанией, потому что сегодня на рынке очень много предложений, все говорят об экономии, о волшебных котлах, о инновациях, но есть одна маленькая проблема, что за все это нужно платить деньги. Но самое главное для меня в том, что мы за эти котельные не должны платить ни копейки денег, это мне нравится больше всего, то есть котельные восстанавливаются бесплатно, мы будем платить за тепло по щучку. Плюс немаловажным фактом является то, что обслуживание все берет на себя компания, правильно? То есть это ваши заботы. Представляю компанию «Укротепло», как уже было сказано. В общем-то, компания, ну это не компания, это группа компаний, которая занимается профильной деятельностью, это малая теплогенерация, так называемая. Есть большая теплогенерация, это ТКЕ, да, есть малая теплогенерация. Это лидер украинского рынка по малой теплогенерации, в части вот какой. То есть основная как бы суть, что мы делаем. Мы первое, производим собственное оборудование, котлы. Твердотопливные работают в разных режимах, в автоматизированном, там на пилетах, в неавтоматизированном, так называемые ручные котлы, да, ручные загрузки. После, то есть как бы первая часть инвестиции. Вторая часть инвестиции. Отбираем котельную, ну, не скрою, понятное дело, интересную с инвестиционной точки зрения. Устанавливаем котельную за свои деньги полностью. Проходим все юридические механизмы, касающиеся получения лицензии, касающиеся всех согласований там на уровне местных органов власти, касающихся легализации самого объекта строительства, самой котельной. После, это как бы вторая инвестиционная часть, да. После наступает операционная, так называемая, часть, да, это эксплуатация котельной, закупка топлива, фонд оплаты труда и все прочие сопутствующие затраты. Это, в общем-то, тоже затраты, которые несем мы. Что мы предлагаем для потребителя, для местных органов власти, к которым потребитель, как правило, относится, ну, в первую очередь, объекты бюджетной сферы. Мы предлагаем экономию, не скажу экономию от тарифа, но экономию от бюджета, да. Тариф нужно смотреть везде, в каждой ситуации, ситуация разная. Нужно смотреть, вот объекты, сколько котлетрат мы должны понести по объекту. Но порядка 20-30% экономии от бюджета годового на отопление, горячее водоснабжение там и прочее, да, если есть пар, ну, разные объекты, разная ситуация, да, мы, в общем-то, гарантируем. Подписываем соответствующий договор. У нас важный пункт, это гарантия. Подписываем соответствующий договор. К сожалению, ну, вот у нас сейчас только принято в законодательстве в Украине энергосервисные договора, да, то есть, который хоть каким-то образом меня, как инвестора, мне гарантирует то, что в следующем году я, в общем-то, буду тоже здесь, организацией, которая поставляет тепло, да. Да, я не знаю, какая ситуация актуальна здесь, но я думаю, что, ну, если все нормально в процессе года, да, по сезону, то по отопительному, то, ну, зачем менять коней на переправе. То есть, мы, в общем-то, по большому счету занимаемся энергоэффективностью. Она включает в себя замену электрооборудования, замену котельного оборудования, замену всех прочих вещей, всего того, что дает экономию. Именно поэтому, ну, то есть, не только на топливной составляющей, да, стоимости, а именно поэтому мы можем давать экономию на бюджете, да, то есть, на общем бюджете, на отопление, на горячее водоснабжение. Я предлагаю найти несколько площадок, где есть необходимость сегодня в установке этих котельных. Мне нравится то, что риски у нас нулевые, потому что котельные вы устанавливаете за ваш счет, вы ее привозите, ну, и вот, скажем так, по весной мы увидим цифры. Ну, в принципе, не весной, они будут видны каждый месяц, потому что мы платим за тепло по счетчику, то есть, мы примерно понимаем, нам легко проверить, какие у нас были расходы до вашего появления, какие сегодня. Если все сложится так, как я это понимаю, как вы это представляете, то могу вам сказать, что по стране у нас основная, практически во всех городах нет центральной системы отопления, поэтому нет никаких обременений, вы сможете сотрудничать не только с нашей мэрией, с нашей мэрией, а также с мэриями по всей стране. Важно показать, что это эффективно и целесообразно. Да, я понимаю, что здесь есть бизнес, я понимаю, в чем все заключается. Понятно, до сих пор, если мы тратили на отопление того или иного беда, 100 тысяч лей в год, с вашим появлением мы будем платить 70-80 тысяч. У нас это устраивает, но в то же самое время посмотреть, как это работает, то есть, нет ли сбоев, потому что если это все так, еще раз повторюсь, мы двумя руками за. Продолжение следует...